У нас есть огромный список профессий, которые мы только хотим когда-то снять, но от нее осталось только название канала. И бабушка смотрит youtube со своего без кнопочного телефона. Мы делаем видео в интернете. Ребята, всем привет! Наконец-то мы решили записать то самое видео, которое вы так долго просели в комментариях. 10 глупых вопросов создателям канала ЖЗА. Я по-прежнему Саня, это по-прежнему Коля. И сейчас мы ответим на ваши глупые вопросы, которые вы написали во вкладке сообщества в комментариях. Я считаю 717 раз. Тысячи раз? Да, кто-то из вас спросил, почему мы не озвучим вопросы. Спасибо тем, кто пишет этим людям, которые задают этот вопрос в комментариях, что вы отвечаете и скидываете ссылку на наше видео, которое есть на нашем канале, где мы отвечали, почему мы не озвучиваем вопросы. Вот так вот, сложная конструкция. В общем, на нашем канале есть видео, можете пролистать вниз и там есть ответ, почему мы не озвучим вопросы. Но! Барабанная дробь. Женя здесь наложит барабанную дробь. Жень, пожалуйста, сделай. Вот такую прям. Барабанная дробь. Ребята, вы не поверите, но со следующей недели на нашем канале будут выходить выпуски 10 глупых вопросов, в которых будут озвучены вопросы. Мы это сделали специально для вас. Их озвучили не наши отвратительные голоса. Их озвучил наш хороший друг, профессионал своего дела Петр Гланц. Голос Дэдпула, я думаю, вы знаете его, он тоже был на нашем канале. Это не война, мы ее не проиграли. Мы просто попробовали пойти на этот эксперимент, чтобы вам удобнее было смотреть и слушать наш контент. В том видео мы говорили, что мы не озвучим вопросы ради того, чтобы вы смотрели наше видео, потому что мы, ну, правда, стараемся сделать качественную картинку, качественный звук по умолчанию. Для нас это должно быть приятно, в первую очередь, смотреть. И визуальный контакт с гостем, я думаю, вы согласитесь, тоже очень важен. И для вас, как для зрителей, и для нас, как для производителей этого контента. Много наших друзей, знакомых, и вы в комментариях, я думаю, тоже писали о том, что вы часто занимаетесь своими делами, когда смотрите YouTube и, в частности, наш формат «10 глупых вопросов», и вам было бы удобно не только смотреть, но и слушать, потому что вопросы титруются, они озвучиваются. Если так реально будет удобней... Мы будем счастливы. Мы будем счастливы. Если вам не понравится, напишите, что вам не понравилось. Если реально удобно, стало удобней и приятней, из-за этого формат никак не разрушился, и вы также готовы его смотреть и теперь еще и слушать, то мы будем очень рады вашему фидбэку. Надеемся, что это будет не хуже. Да, уже следующий выпуск на следующей неделе во вторник. Ждите с озвучкой вопросов, ставьте колокольчики, пишите, как вам вообще обновление, и в целом у нас есть еще несколько идей, как доработать и обновить формат, но это мы уже сделаем чуть позже. Пока что вот это первый шаг, чтобы сблизить ваше желание с нашими возможностями. Да, в общем, просто запомните. Следующая неделя, вторник, первое видео 10 глупых вопросов с озвучкой вопросов. Ликуйте. Вра. Те, кто долго ждал, мы тоже очень волнуемся. Мы тоже радуемся, вра. Никаких накруток не было, потому что подтверждением этого являетесь вы, живые люди, которые нас смотрят, комментируют, общаются с нами. Вы можете посмотреть в комментариях под всеми выпусками с глупыми вопросами, и, в общем-то, количество лайков и комментариев, и качество этих комментариев говорит о том, что это все живые люди. Канал стал популярным в момент, когда мы начали делать коллаборации с другими блогерами, и у нас есть такой формат, угадай по комментариям. Можете там найти в плейлисте на канале. И мы пригласили в этот формат наших друзей с канала Сметана ТВ. Вот, ребята поугадывали у нас видосики в выпуске, и так люди с канала, ребят, узнали про наш канал, и пошли искать, смотреть ролики 10 глупых вопросов, и они пошли рекомендоваться. Это все вы. Напишите в комментариях, на какой цифре вы подписались на канал. Это очень важно же, наверное. Вот, но на самом деле спасибо вам всем немножко лирики. Спасибо всем, что подписались в свое время и продолжаете следить за выпусками и за каналом в целом. Что-то я еще хотел сказать. А, надо же, когда задают глупый вопрос, говорит, действительно глупый вопрос. Я бы это делал в ролике на 200 тысяч, но мне не получилось сыграть, будто я удивлен. Смешной вопрос. Ну, мы на самом деле не блогеры. Ну, и да, если подытожить, то если бы мы накручивали просмотры подписчиков и лайки, то я думаю, деньги у нас кончились бы в первую же неделю. Мы все вложили в съемку, в креатив, в студию, и идеи, которые будут вас радовать. Вуф. Ты помнишь? Да, у нас была идея. Мы придумали идею шоу, которое называлось, ну, креативное агентство ЖИЗА. И идея заключалась в том, что мы приглашали к себе, мы бы, как креативные ребята, приглашали к себе разных известных людей и помогали им креативно решать какие-то жизненные трудности, проблемы. То есть креативные решения для жизни, креативное агентство ЖИЗА. Например, у нас была идея, что к нам приходил какой-то известный наш друг, стендапер, и говорил, что вот у меня у жены через неделю день рождения или там завтра, не знаю, что подарить. И мы там моделировали бы ситуации, какие бы подарки можно было подарить жене. Ну, и вот в такой формате, в таком формате полу-юмористического шоу была эта идея. Но от нее осталось только название канала. Ну, многие на самом деле ЖИЗА слово используют как ЖИЗА. То есть у нас есть там друзья, которые говорят, вот канал ЖИЗА, как вот ЖИЗА, ЖИЗА. Почему-то, ну, люди используют и ЖИЗА, и ЖИЗА, но мы ЖИЗА, типа ЖИЗА жизненно. Ну, наверное, и так, и так можно, но мы привыкли, чтобы нас называли ЖИЗА, да. Да, напишите в комментариях, как вы называете ЖИЗА или ЖИЗА, и как правильно. Вы у нас умницы, мы тоже разберемся, как правильно. Но мы ЖИЗА. Мы стремимся к этому с вашей помощью. Мы не рекламируем надежных букмекеров, которые бьют по барабанам перед началом ролика. Тяжелее без этого, но мы стараемся, чтобы и вам было приятно смотреть, и нам было классно и качественно делать. У нас есть коллаборации с брендами, которые нам помогают развивать канал и отрабатывать наш кредит. Например, мы с Яндексом сделали клевый формат по городам. Посмотрите его тоже. Есть там классные выпуски, интересные. И с Сатиром, и с BigRussianBoss, и с Сергеем Мезницем. Вот. В целом, тоже многие спрашивали про формат, как мы зарабатываем деньги. В общем-то, мы стараемся делать контент, а контент дальше будет себя уже сам продвигать. Мы придерживаемся такой позиции, что за счет рекламодателя, за счет какой-то компании, бренда, мы для вас сможем сделать что-то новое и качественное. Мы пришли на YouTube делать что-то новое, поэтому за счет этих брендов они дают нам такую возможность коммуницировать с вами на каком-то новом креативном уровне. Поэтому на канале будут выходить новые форматы шоу. Мы хотим не останавливаться, как изначально заявляли, что этот канал для запуска новых форматов, для креатива мы постоянно придумываем, генерим, потихоньку запускаем. Сейчас готовится еще больше форматов, а это значит, что еще больше классных идей мы сможем с вами вместе оценить. На самом деле мы думаем, что профессии никогда не закончатся. Другой вопрос, что какие-то профессии более интересные, какие-то менее интересные. Но в целом их очень много, и мы, наверное, даже одну десятую профессий в мире не окучили, потому что мы с вами знаем про профессии только в нашей стране. За пределами нашей страны еще дофига других профессий, которые к нам только приходят и будут появляться там с каждым годом. Поэтому, наверное, они не закончатся никогда. Но, может быть, мы от профессии когда-нибудь перейдем к каким-то более социальным темам, как многие просят. Но пока все-таки хочется нести какие-то полезные больше знания, чем страдания. Да, потому что многие из вас учатся в школе и выбирают профессию. Многие из вас учатся в университетах и уже выбрали какую-то профессию и хотят узнать о ней актуальной информации. А многие из вас и работают уже по этой профессии. Или хотят сменить профессию в зрелом возрасте. Да, или хотят сменить профессию. Извини, что перебил. Да. Поэтому профессии пока есть, их очень много. Появляются профессии будущего, связанные с IT, с бизнесом. Вообще их очень много, на самом деле. Сейчас вот у нас есть огромный список профессий, которые мы только хотим когда-то снять. И этот список не уменьшается. Поэтому, мне кажется, профессии не кончатся. Ну и вообще смотрите не только врачей. Понятно, что это очень интересно. У нас еще много других выпусков очень интересных и будет еще больше. Да, врачи быстрее кончатся, я скажу так. Давайте мы, скажем так, мы не будем сейчас просто махать руками, рассказывать, что у нас очень много идей. Лучше мы будем их каждый месяц показывать новый формат. Или несколько форматов. Такие задачи перед нами стоят. Мы снимаем, придумываем уже очень много нового. И, как вы видите, уже по новому формату, там, по городам сейчас также появится еще несколько шоу. И летом мы хотим сделать еще несколько разговорных, интересных шоу и какие-то документальные истории. Короче, следите, смотрите, оценивайте. Давайте обратную связь. Нам это будет очень полезно. И мы это делаем ради вас. Сказал как путь. В каждом из наших видео, в любом формате, который выходит на нашем канале, есть Watermark. Это такой значок канала Жиза, логотип нашего канала, перевернутая буква. Кстати, если будут вопросы, почему она перевернута, мы ответим. Вот, поэтому следите. Если вы видите заставку, превью видео, не 10 глупых вопросов, но видите Watermark канала Жиза, то значит, это наше новое шоу. И, пожалуйста, давайте смотреть его скорее, фидбэк. Мы продолжим снимать только если вам будет нравиться. Лер, сколько мы платим гостям, 10 глупых вопросов? Ребят, вот Лера задала этот вопрос от вас, и Лера же вам может ответить. Лер, скажи вот сюда, крикни в микрофон. Нисколько! Вот, видите? Мы не платим нашим гостям. Почему? Потому что для них это пиар, в первую очередь. Это шутка. С самого основания шоу, как только мы его запустили, мы приглашали сначала наших друзей из каких-то интересных профессий, знакомых-знакомых, которые работают в какой-то интересной профессии. И они соглашались прийти бесплатно, потому что в целом формат, когда ты им рассказываешь формат, что мы хотели бы узнать о вашей профессии, задать вам самые глупые вопросы про профессию. У каждого профессионала, я думаю, если вы уже работаете в какой-то профессии, обладаете какими-то профессиональными навыками, к вам тоже поступают эти глупые вопросы. Кем бы вы ни работали, у каждой профессии есть эти глупые вопросы. Поэтому людям изначально интересно было прийти и дать такое интервью в таком необычном для них формате. И после этого даже на минимальных цифрах канала, когда это были еще небольшие просмотры и небольшое количество подписчиков, начали соглашаться в качестве гостей, прийти уже более-менее какие-то известные люди с медийным весом, с большим профессиональным бэкграундом, и мы никому не платим. Да, мы в наших проектах ни в Жизе, ни в OneAire ни разу не платили ни артистам, ни гостям. Мы, в принципе, придерживаемся такого формата, что если идея интересная, и человек в ней может себя раскрыть и помочь нам сделать, создать интересный контент с нашей идеей и со своей харизмой, то все остаются только в плюсе. Короче, если придумываете классную идею, люди придут в ней и поучаствуют. Чуйка. Это чуйка. Ну, на самом деле, и все началось с того, и сейчас тоже продолжается так, что мы садимся, обсуждаем какую-то профессию, например, там, акушер-гинеколог. И мы, не будучи вообще людьми, которые когда-либо посещали, и вообще посетят этого врача, собираем все возможные мифы, и Лера нам помогала, например, в этом, если говорим про этот пример. Собираем вообще все какие-то стереотипы, факты, шутки, которые люди шутят про эту профессию. И вот они как-то сами трансформируются в эти самые глупые вопросы, и мы их там пишем. Изначально мы пишем больше 10 вопросов, то есть их иногда бывает 10, 15, там, 20. Мы их задаем гостям, и в финальный монтаж входят те ответы и те вопросы, 10 финальных, на которые гость наиболее интересно, харизматично, смешно ответил. Еще важно сказать, что все гости нашего шоу «10 глупых вопросов» заранее никогда не знают вопросы. Для них вопрос первый звучит, когда они сидят в кадре, потому что мы все время хотим сохранить вот эту вот живую реакцию, где-то, возможно, ступор при ответе на вопрос. Ну, вот это все и дает вот ту самую жизнь, про которую вы пишете, и все гости поэтому такие живые и отвечают на вопросы неподдельно честно. Родителям, у меня вот родители знают и мама, и папа, и брат. Ребята, привет, мама, папа. У меня родители не знают, кем я работаю? Не, у меня родители знают, и брат знает, и даже смотрит ролики. Бабушка, он подписан на меня в Инстаграме, она смотрит мои сториз, когда я пишу про какие-то видео с Жизы. Но мы говорим, ну, родители понимают, бабушка с дедушкой, я вот, например, говорю, что мы делаем видео в интернете. Как телевидение, только в интернете, наверное, так. Да, моя бабушка недавно меня шокировала тем, что она смотрит YouTube. Вот так получилось. Она сидит на даче, у деда есть роутер, и бабушка смотрит YouTube со своего безкнопочного телефона. Я в шоке. Бабушка, тебе привет, если ты досмотришь досюда так долго и не переключишь куда-нибудь на сад, огород, цветы. Вот, поэтому бабушка в целом понимает, что YouTube там, где видео, но иногда она недавно заявила о том, что она посмотрела фото в YouTube, там просто репортаж из фотографий. Я ей сказал, что это видео просто склеено и так. В целом она примерно понимает, что я что-то снимаю и что-то делаю в интернете. Мама в целом уже на рельсах, она понимает. У нас в целом родители понимают, ну, наверное, и ваши родители тоже понимают, что такое YouTube. Наверное, это такой уже новый телек. И даже наши родители, и бабушки, и дедушки уже скоро будут смотреть, находить что-то интересное для себя, потому что на телеке контента все-таки меньше такого, который можно на YouTube под себя собрать, самый разный. Одисы разве еще пишут? Мы всех любим, на самом деле. Мы со всеми дружим. Мы всех любим. Ну, не прям со всеми. С кем дружим, с теми мы дружим. У нас есть каналы Друзья, да, Сметана, Мед, ребята. И в целом мы позитивно ко всем относимся. Ну, мы даже, когда создавали свои каналы, старались, чтобы контент сам себя хайпил, а не какие-то диссы на других. Но это все делается ради пиара, когда не хватает креатива придумать какую-то просто идею шоу. Нам это, наверное, не очень близко. Да, и негатива в целом в мире очень много. Зачем YouTube становится еще одной, за счет такого контента, становится еще одной негативной площадкой для этого, Арсенин. Все классно, все весело, экологично, полезно. Давайте быть добрыми, да? Вообще. Будьте добрее. Это супер работа. Мы ее уже нашли. Да, по-моему, вы этому и есть подтверждение, что мы делаем все в удовольствии, без какого-то напряга, негатива и так далее. Вы смотрите, мы делаем, вы оцениваете, мы делаем дальше. Это работа мечты, делать в кайф. Для нас это не хобби, создание и нового контента, и форматов. Это реально работа. Мы занимаемся этим каждый день. Придумываем, снимаем, монтируем, выкладываем. Короче, да, офигенно, нам нравится. Поэтому решили этим заняться. Работали раньше в рекламе, нам что-то не нравилось. У нас были идеи, как создавать свой контент. Мы решили, почему бы не рискнуть. И вот, сами создали себе такую работу. Да, но если это опять пишет мама, то, мам, все нормально. Мы кушаем. Спасибо. Ребята, пишите. Лере молодец. Потому что Лера отбирала эти самые вопросы от вас. Спасибо, что их писали. Спасибо, что смотрите. Смотрите новый контент вместе с нами. Будем создавать еще больше новых форматов. Да, следите, пишите. Самое главное, реагируйте. Потому что не будете, если вы не будете реагировать, мы так и не поймем. Понравилось вам то, что мы сделали или не понравилось. Реагируйте, ставьте себе напоминания, пишите на бумажечке, что во вторник или в четверг. Рассказывайте друг другу о том, что у нас вышел новый формат. Мы будем стараться появляться чаще. Если у нас будет время, мы будем стараться его находить. И рассказывать вам, что происходит на нашем канале. Ведь мы его делаем вместе с вами. Абсолютно вместе с вами. Да, давайте вместе делать YouTube лучше. Да, у Коляны классный Instagram. И у Саши тоже. Лайк, подписка. Мы вас очень любим. Лавки, там вот эти все дела. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok